Я скажу для начала, что у нас была очень хорошая конструктива, мы рассмотрели целый ряд региональных ситуаций, которые находятся на актуальной повестке для ООН и в целом международных отношений, и обсудили вопросы, касающиеся политической стабильности. Я считаю, что мы сделали очень неплохой шаг вперед в развитии тех дискуссий, которые состоялись между президентом Путиным и Дмитрианком по телефону Павла Геннезуэлла. Сергей Викторович, вопрос от телеканала RT. Все уже обсудили фразу, сказанную господином Помпео, «Russia must get out of Venezuela», обсудили возможные варианты перевода. Я хотел вас спросить, он что-то подобное позволил говорить в личной беседе с вами? Может быть, вы что-то ему сами на это ответили и услышали что-то новое по поводу перспектив американской военной интервью? Вы знаете, мы не старались концентрироваться на тех высказываниях, которые звучат в публичном пространстве, учитывая, что на эти высказывания оказывают влияние чересчур многие вещи, порой, и, как правило, не относящиеся к реальной политике. Мы старались концентрироваться на реальной политике, и нам это удалось. Сергей Викторович, когда вы были в пути, ехали сюда на переговоры, господин Помпео выступал, выступал перед камерами, он сказал, что Россия незаконно требует разрешения иностранных судов на проход через Северный морской путь, что Россия наращивает свою военную активность в Арктике. Я могу только повторить то, что я только что сказал, отвечая на предыдущий вопрос, что мы не обсуждали политические заявления, которые делаются публично для создания определенного эффекта, мы концентрировались на реальных делах. Мы не обсуждали Северный морской путь, мы будем обсуждать арктические вопросы завтра на заседании Арктического совета. Северный морской путь – это наша национальная транспортная артерия, российская национальная транспортная артерия. Мы, как прибреженное государство, в полном соответствии с международным правом, отвечаем за безопасность функционирования этого маршрута, так же, как канадцы отвечают за безопасность функционирования северо-западного прохода. И в этом смысле мы будем делать все, чтобы движение иностранных судов было в полном соответствии с конвенцией по морскому праву 1982 года, чтобы оно было в полном соответствии со всеми международно-правовыми нормами, и чтобы оно было абсолютно безопасным. За это мы несем свою ответственность. Министр, вопрос к телеканалу CNN из США. Если Вашингтон решит начать военную интервенцию в Венезуэле, какие рычаги или возможности у России, чтобы остановить это? Некоторые называют Вашу компанию фейк-ньюс, но Вы сейчас еще делаете фейк-вэщен. Это не фейк-вэщен, это база вопроса. Мы теоретически против военных действий, где бы то ни было, в нарушении международного права, применение силы может санкционировать только Совет Безопасности ООН, либо оно может быть применением силы в ответ на агрессию против современного государства. Ничего подобного, ни в каких вариантах не наблюдается в Венезуэле. И я из моих контактов с американскими и другими коллегами, европейскими, латиноамериканскими, не вижу сторонников безоглядного военного решения. Я надеюсь, что это понимание, которое у всех присутствует, что оно будет превращено и в практическую политику, что военного решения не будет, потому что оно будет катастрофическим. И у американских дипломатов есть это понимание? Да. Обсуждали ли возможность встречи Путина и Трампа? Вы знаете, наши президенты договорились встречаться, когда у них будет такая возможность, и я уверен, что возможность представиться, вам об этом сообщат из Крымда. Спасибо большое. Спасибо.